МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это моя жена рулит. Я Марина Федункев, а рядом со мной прекрасный итальянский шеф Кристиано Лорентини. Привет! Привет, привет, привет! Как известно, у меня муж итальянец, и я просто решила и на работе не отвыкать от хорошего. А теперь давайте знакомиться с нашими сегодняшними участниками. Здравствуйте, наши Сененьки. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Виктория. Алексей. Мы из, как мы сказали, тропического Красноярска. Из тропического Красноярска. Все верно. Просто у нас летом пальмы выставляют, мы смеемся. А, Казмин Сицилия, да? Да, да, да. Как вы на Сицилии? Всем привет! Привет! Я Хазов Алексей. Это моя жена. Хазова Виктория. Вот. Мы вместе уже... В этом будет три года, да? Соответственно, с этим три года произошло куча всего. Начиная с того, что... Ну, во-первых, у нас появился ребенок, которому уже год. Вот ценности разные, да? Я про машину и квартиру, а ты про ребенка. Ну, конечно. Я тот, кто создает различные прически на основе долговременных кос. Это дреды, брейды, наращивание волос и вот всякие вот подобные штуки. Я юрист в сфере цифрового права, авторского права. История нашего знакомства нестандартная в том плане, что я начал искать сотрудника себе в студию, которая будет заплетать именно натуральные дреды. И она пришла на вакансию. Вот примерно с этого началось. Мы сделали два или три ремонта, и мы ни разу не поругались. И не развелись. Мы хотим потратить деньги на Камчатку. На мечту. На мечту. Почему же она без косичек? Почему? Вот они, дреды до колена. До колена. Вот они. Вот оно, счастье. Крася, нужно такие вам? Очень классно. Классно? Да, у нас было модно тоже, Виталия. Десять лет назад примерно. Десять лет назад? Да, все на море вот эти дрели ходили. Но это, конечно, более... А до Красноярска, видите, только дошло. Ну, мне кажется, это какие-то определенные субкультуры. Это вот все используют. На самом деле. У меня самая возрастная клетка была 76 лет. Ну, я когда у меня кукуха съедет, я приду. Приходим к нашим розовеньким. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Сергей. Моя супруга Ирина. Приехали из Зеленограда. Из Зеленограда. Ну, недалеко. Ну, недалеко. Два часа и здесь. Один раз застряли, нас толкали. Кончился бензин, шли через рез за бензином. Выли волки. Но мы добрались до вас. Антезер? Да. Зовут меня Сергей. Фамилия Башанов. Это моя супруга Ирина. Мне 44 года. Ирине? 47. Я работаю директором магазина косметики. А я работаю установщиком металлических дверей. Но я хочу стать двойтером. В этом году будет шесть лет, как познакомились. Это был служебный роман. Ездил как дилер в город Брянск. Там менеджером работала Ирина. Как он мне сказал, на самом деле, наверное, я в тебя влюбился из-за твоей жареной картошки. Мы отдыхали в Сочи и проходили мимо ювелирного магазина. Ну ладно, пойдем зайдем. Надо пожениться и думаю, рано или поздно придется покупать. А давай сейчас. И попросили продавщицу, чтобы она засвидетельствовала мое предложение. Было приятно и неожиданно. Шорты, плавки, полотенца и предложение. Если мы победим, мы поедем в путешествие. Но только не в Красноярске. Где есть солнце, тепло и море. Таиланд. Если денег не хватит, значит... Полетим в Италию. Так, последний выбор. Ну да, если нам Таиланд не хватит, то на кроняк в Италию. Скажите, вот в чем ваше уникальное, что вы прям можете взять, да и победить? Готовить я не умею, не люблю. Но есть желание, есть сила воли. И я буду слушать со своей супругой. Она умеет готовить. Мы переходим к нашим желтеньким. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Аня. Меня зовут Илья. Мы семья Косухиных из Екатеринбурга. Как вы познакомились? Ой, это очень забавная история. Я блогер. И еще с 2014 года мой муж лайкал мои фоточки. Только спустя 4 года мы с ним познакомились. И он позвал меня на свидание. У меня есть немножко другая версия. Я, конечно, там лайкал какие-то фотографии. Но это не она была. Это были еще другие. Но я лайкал как бы всех красивых девушек. Ну понятно. И как-то, видимо, она увидела меня. Она ответила мне просто на историю. Я лежал в ванной, курил кальян дома. И она ответила, как романтично. Все. Я позвал ее купить кофе. Через 5 месяцев я охмурила этого парня. И колечко на пальчике было у меня уже. Всем привет. Меня зовут Аня. Меня зовут Илья. И мы семья Косухиных. Я фитнес-тренер. У меня есть еще свое очень крутое экстрим-шоу, где мы вступаем на разных корпоративах, свадьбах. Использование дротиков, мачете. А в конце еще грелку лопаю. Ну то есть такое прямо вау. Ребят, каждый день плачу от счастья, когда домой прихожу. Когда у меня дома такая прекрасная жена и двое детей, которые никогда не умолкают. Предложение было сделано, наверное, не особо романтично. Илья вышел из душа в полотенце. Я сижу такая, ем роллы. И Илья мне такой достает коробочку и говорит, ты будешь моей женой? Я такая... С роллами в роту такая... Ой, конечно! Ну, наверное, самый главный недостаток моей жене это то, что она немножко истеричка. Совсем чуть-чуть. Илья немножечко тушнила. Зато практичный. Я познакомился с Аней и понял, что это именно та самая, от которой я хочу детей, из которой я хочу прожить, так сказать, остаток своей жизни. Мой хороший. Муж помогает в хозяйстве? Да. Или курит кальян по-прежнему? У нас муж отвечает за плиту и за унитаз и ванну. Это прямо его, это он моет. Унитаз это прямо мое все. Ребят, вы все интересные, все разные. Желаю вам удачи. А сейчас я попрошу мальчиков удалиться ненадолго. А мы послушаем нашего шефа Кристиан. Все, держись, Ира. Лисин, расскажи нашим женам, что их бедолаги будут сегодня готовить. Мы сегодня готовим блюдо. Да ты, господи, какая халюсенькая. Морской полпетоне. На подушке жареный шпинат с кедровыми орехами, изюмами и сверху яйца по счету закрытым ореховым соусом. Вот из всего, что сказали, подушка только знакома. Да, девчонки? Подушка, яйцо, одеяло, спать. Полпетона. Дома не делаем, у нас все по-простому. Такие сложные названия, это больше, наверное, для ресторанов. Этап 1. Готовится это так. Добавьте в рибный фарш хлеб, предварительно замоченный в молоке. Обжарите ее на сковороде. Затем запекайте в духовку при температуре 180 в течение 8-10 минут. Этап 2. Промойте шпинат, высушите его и обжарите в масло с добавлением изюма и жареной кедровой орешкой. Соль, перец по вкусу. Этап 3. Затем приготовьте яйца по счету. Варить его надо 3 минуты, а затем осторожно переложить на бумажное полотенце. Финальный этап. Выложите шпинат по центру тарелки, на него положите полпетона, а сверху яйца по счету. Удачи! Удачи, девочки! Главное, чтобы не упал моральный дух. С ним, с пашотом! С ним, с пашотом! Ну что ж, девочки, скрестили пальчики, задержали дыхание. И... Мы готовы. Занимаем позиции. Ну что, парни, морально готовы? Всегда готовы. Конечно, готовы. Побеждать! Ребята, я напоминаю, что вам нужно приготовить две порции, не одна. Одну для моей дегустации, а вторую для дегустации вашей женой. Ну, то есть одно получше, другое можно похуже. Прямо с языка. Делательно, оба должны быть очень прекрасны. Одинаково. Давайте я расскажу вам про наши новинки. У нашего шефа появилась красная кнопка. Одно нажатие, и связь между вами и женами оборвется на долгие, томительные две минуты. Вам лучше знать даже, что делать на шаг вперед. Поэтому не забывайте у Жоль спрашивать, что следующее. Ну и у вас, ребята, есть тоже кнопочка. Синяя. Одно нажатие, и к вам выйдет провокационно-сексуальная повар Алиночка. О, не успел. Возраст. Где? Алиночка, она прекрасно готовит, я хочу вам заметить. Я знаю, что не в его вкусе. Но взгляд так мимолетно падает на декольте. Мы видим. Вот. И может спасти ситуацию вашу... Не, ситуацию вряд ли, но блюдоточек. Ситуация может усугубиться. Алиночка... И на ситуацию, и по ситуации. Мальчики, я вас жду. И ее один раз можно вызвать за программу. А, и на пять минут. На пять минут. На две минуты. А, всего две минуты. У вас одна на все. Одна на очередь. Тебе пять надо, да? Ну, что, ребят. Готовы стать заложниками своих жен? Готовы. Придется. Готовы. Ну, что, три, два, один. Начали. Чего делаем? Чего готовим? Мы сегодня с тобой готовим рыбный... Ох... Палпатоны. Мне не надо название, Ира. Говори, что делать рыбу. Ну, надо, к сожалению, надо. Поэтому ты должен знать, что ты готовишь. Это рыбный палпатоны на подушке шпината с жареными кедровыми орешками, яйцом пашот и ореховым соусом. Яйцо, а что ты... Получается, что я... Это не ашот, а пашот. Яйцо, пашот, что с яйцом не делать? Объясни. Сначала начнем с фарша. Так, фарш. А я его... Тут у меня только рыба. Правильно, ты должен ее измечить до такого состояния, чтобы это мясо было похоже на фарш. Молотком могу бить? Так, ну-ка, сейчас я молотком все-таки пробью, чтобы он мягче был. Нет? Сереж, может, ты скрытый шахповар? Ты обманываешь, наверное, все хоря кому-то готовишь, только не мне. Чего ты молчишь? Ира, я работаю вообще-то. Что за девица приходила? Давай я тебе в процессе расскажу. Давай, говори, с чего начинаем. А что? Кто это был-то? А, нет, а ты точно? Да я не знаю, девушка какая-то, Алина вроде зовут. Чего какая-то телка к тебе подходит? А почему она не может подойти? Она же не ко мне подходила. Она к Сереге подходила, она же возле меня не стояла. И тело моля. Сначала подготовить фарш. Мелкие кусочки, прям еще она мельче, мельче, мельче делай. Да, и поактивнее, маленькими кусочками, чтобы прям вот фаршик, фаршик. Ну вот как я дома, курицу готовлю? Ты долго я очень дома готовишь. Я хорошо готовлю, не надо, пожалуйста, начинать. Я же не говорю, что ты просто готовишься, я говорю, что я долго готовишься. Недолго я готовлю, что ты начал-то? Ты очень долго с фаршем мучаешься. Да нет, недолго. Не суетись, главное, не забудь поперчить и посолить. Не суетись, давай быстрее, давай быстрее, давай. Нет, это главное не суетись, да, конечно, хорошо. Смотрю на него со стороны, думаю, господи, какой же ты тупорез. Почему ты дома не готовишь, а вот сейчас у тебя нифига не получается, потому что дома никакой практики совершенно нет. Слушай, а ты чего тут сильно так улыбался кому-то? Кому улыбался? Не знаю, мне показывали твое лицо, но кому-то улыбался не показывали. Короче, у нас тут есть Алиночка. Алиночка? Какая замечательная предыстория. Она прекрасный повар, и мы можем нажать на синюю кнопочку, чтобы к нам не пришла сексуальная Алиночка. Прекрасно. Вот. Ты можешь убрать эту кнопочку подальше. Представь, что ты мясорубка. Слушай, эта рыбка достаточно упругая. Она не прорезается давлением ножа, а только скольжением. Поэтому, увы, ах, быстренько ножичком вот так. Оно не будет работать. А учитывая, что... Тебе нравится, что рыба упругая? Или... Ты любишь рыбку упругую? Нужно сделать первыми самое вкусное, самое красивое, и чтобы еще и я узнала. А пока наши мужики готовят, давайте посмотрим, как наши пары отвечали на Блиц-вопросы, которые мы задали до начала шоу. Это оставлять в ванной после себя волосы. Только тыть по утрам. Сидит, курит кальян, и ноги всегда на столе. Меня это очень сильно бесит. Когда он ложится спать, он ножки складывает друг на друга и вот так их поджимает. Когда она меня не обнимает, не обращает на меня внимания, или говорит, я занята или устала, вот это раздражает. Вызвать такси и начать заниматься сборами. Так, чтобы опоздать минут на 15 к тому, как человек приедет. Кошечка. Когда я злой, называю кошкой. Зая. Лапа. С самого знакомства. А я Лешенька. Кот. Киса. Глаза. Это его накачанные руки. У него красивые глаза голубые. Талия. Попа, конечно. Жена у меня всех красивая. Мя-мя-мя. Она сам не играет. Ты хочешь, чтобы я тебя уняла? Да, это конкретно Виктория. Так лифтовать. Что-то... Вот такое. У кого есть самая большая возможность? Ну, вот я вижу Сергея как раз розовый, да? А ты думаешь, из-за того, что он повзрослеет, ты думаешь, что его опыт больше? Нет, потому что я видел, что с женой, ну, такой... А, конок больше, да? Да, еще он сказал, что она очень хорошо готовит. Поэтому... У него есть вкус. Да. И когда умеешь готовить, ты сразу видишь, что надо делать. Короче, это как... Что фарш? Что фарш? А что ты делаешь? Ты булку. Я мну фарш. Подожди, подожди. Котлета у тебя круглая. Круглый шарик. Почему? Круглый шарик, который ты потом приплюснешь. Имеет форму круглую. Почему? Как я его обжарю красиво, Ир? Нет, так нельзя. Круглая котлета. Ты сплюснул блинчиком. Она должна повыше. Чтобы прихватилась с двух сторон. Сережа, Сережа. Да. Сделай кружок и нежно его придави. Просто придави. Все, покажи мне, да, чуть-чуть. Приподними досточку, покажи мне, как красиво ты сделал. Ты сделал их плоскими, Сережа. Их надо чуть-чуть, чтобы они повыше были. Ир, я не буду переделывать. Все, ты, уже нормально. Ну, это на самом деле не такое же простое блюдо. Это не обычная котлета. Это полпетоне. Наши традиционные итальянские блюда. Которые готовятся, в принципе, как котлета. Но есть операции, которые надо сделать чуть-чуть по-другому. И самое главное, когда запекается, главное не пересушить. Потому что сушеная котлета – это провал. Смотри, у меня на большой сковородке. Жарится сейчас в сливочном масле изюм и орешки. Да. Что дальше? Мой шпинат. Твой? Мой. Мой твой шпинат. Ты уже котлеты раскатал, да? Да. Она сказала, что… Ты помнишь, что у нас блюдо полпетоне, а не котлеты? Полпетоне. Она сказала, что нужны шайбочки. Шайбочки. Шайба. Шайба или шарик? Шайба или шарик. Потому что сейчас вот мне шеф-повар говорит о том, что не шайба. Так, мой хороший, какой вопрос? Отлично. А вот теперь у нас прервали связь. Спасибо. Дисконнект. Вопрос заключается в том, что мы не знаем, какая форма должна быть котлет. Она прекрасно подходит. С твой кулачок давай сравним. Отлично. Идеально. Ну ладно. Вовремя, получается, позвали. Дальше. Мне просто их нужно выложить на сковородку, чтобы они жарились. Ну, бюст красивый. Ну, мы уже как узнали, что Алексею важна талия. На шипящую сковороду кладешь два беточка. Главное, не пережарь, да? Они должны быть обжарены с двух сторон. Немного. Золотистая корочка. Золотистая корочка. Потому что мы будем еще запекать в духовке, да? Чтобы котлетки были сочные. Хорошо. Очаровательные. Какая-то хохолок. Да? Хорошо. Что-то она ему втирает там очень такое. Время вышло. Да. Но я жду следующего нажатия. Хорошо. Форма котлеток абсолютно правильная. Какой вопрос. Илья. У меня тут все на шпинате встало. Это кто? Так. Так. Что мы хотим? Мы хотим пожарить шпинат. Да. Я не поняла, жена сегодня рулит или какая-то телка в синем платье? Илья. У вас встало на шпинате прямо? Что у нас? На шпинате встало? Да, у нас встало все на шпинате. Хорошо, дело на шпинате встало. Да, я на связи. Масло. В сторону убери ее. Я просто убрал, чтобы все не сгорело нафиг. Орешки обжарены. Да. Илья. Теперь. Илья, ты кого слушаешь? Ты слушаешь меня и ее? А мы на том, пробокаривай. Илья. Ты уже его ополоснул? Да. Илья. Она меня настолько уже выбесала, что я реально уже хотела встать. и пойти и дать под затылок. Илья, какой х** какая-то тела? Вот, наконец-то. Ё-моё. Илья, это кто был? Аня. Илья. Алло. Вот. Ты куда пропала? Ты что? Ты издеваешься? Я тут орала тебе. Ты вообще, я тут как мог оборонялся, она там молчит, сидит. Ты что делала-то? Я вообще-то тебя звала. Ну что, помогла? Ускорить бракоразводный процесс. Я думаю, что надо яйцом, это какого-то, пашотом, заняться. Яйцо пашотом, это надо поставить воду кипятить тебе. Будет ты по утрам готовить или нет? Илья, не задавай мне всякие тупые вопросы. Илья. Они не тупые, Серёжа, я хочу просто знать. Я тебя отключаюсь, ты, пожалуйста. Просто такое ощущение, что тебе водки там налили, ты уже пьяный, какую-то ерунду, не волокёшь вот трубку. Мы делаем, занимаемся вообще-то с тобой. Ну, сейчас все отключаться нельзя, ты же в поле зрения его держи. А то же ж мужчины такие. У нас там же ходит какая заманушенная женщина, да? Да я видела, видела, да. И как? А кто там, Марина пришла? Ну, она заманушенная, но нам нужна, наверное, будет помощь. Нужна помощь будет. Как бы эта помощь все боком не вышла. Мне просто интересно, слышишь? Ну, я думаю, что он у меня уже крепко на крючке. Да? А ну-ка рассказывай про крючок. С чем крючок? Крючок. Крючок ни с чем, он просто когда далеко от меня отходит, ему плохо становится, поэтому он далеко не уходит. Так ты к бабке ходила? Плохо. Он говорит, что я сама ведьма. Да? Да. Дети есть у вас? У нас общих детей нет, у него есть. Ну точно ведьма? Так-то хоть детьми держат, а ты смотри, как бы на голубом глазу, да? Да. А сколько вы уже вместе? Пять лет. Пять лет? И все плохо без тебя? Да. Так, мне интересно, каким цветом должен этот... Ну, сейчас проверим, позовем тетюку нашу. Слушай, каким... Каким цветом это как-то... Видела, какие там пульпитоны у нее? Конечно. Ну так вот. Цветом должен быть каким этот... Как ты думаешь, клюнет на пульпитоны? Сережа, у тебя темно-зеленый, на пульпитоны, наверное, нет. Нет? Нет. Не любит таких размеров? Да? Нет. Ну, по крайней мере, говорит. Но я видела, что он косился одним глазом. Одним глазом. Нет, а может быть, у меня тоже вот один глаз косит, и тоже можно подумать, что я на пульпитон заглянула. А ну просто это дефект. Ира, что мне делать с котлетами? Ложи на пергамент и на 10 минут при 180 градусах... Удачи вам еще раз, я пожелаю, побежала. Спасибо большое, Мария. Так, ладно, вызываю варить яйца, пошел. Позвать Алину. Было согласовано. Все. Так, мой розовенький. Хорошо, прекрасно. Так, яйцо по счету. Вода вскипела. Ты добавил уксус сюда? Нет. Вот она. Давай, добавляй полторы ложечки, полторы ложечки. Давай, наклаживай. Чтобы яйцо не было... Большие точки. Нет, маленькое, чайное. Куколка прямо. Дальше мы делаем в горячей воде. Она у тебя вскипела. Вороночку. Вороночку. Вот как цунами прям. Цунами любви разводим. Вводи, вводи водичку. Вводи. Одним, одним, одним. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мой хороший. Ладно, ничего. Давай, это была тестовая. Ты сейчас все это вычищаешь, наливаешь новую воду и кипятишь. Дальше ты делаешь воронку и одним махом, только не сильно махом, вводишь туда яичко, и оно само закручивается, и получается яйцо подшет. Хорошо? Все получится, я верю в тебя. Все, я понял, спасибо. Ир. Да, Сережа, у тебя все получилось? Ничего мне не получилось с этим яйцом. Ну, вообще там желток должен быть... Как это? Жидкий. То есть он должен вытекать. Угу. Разорвалось. Что, прям разорвался? Прям разорвался, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Смотри, замкни ее ручками прям. Что у вас происходит? Ну? У нас капец происходит. Лицо пошет, порвалось. Так... Котлеты вот пытаемся... Бабу вызывали. Бабу вызывали. Да, и помогло. Декольте показали. Все как надо. Ну, вот поэтому и яйцо и порвалось. Поэтому яйцо и порвалось. Все сходится. Все вообще как... Как и везде. Ну, посмотрим, что там у него получится. Угу. Я сама даже попробую, наверное. Ну, конечно. У меня, слава богу, гастроэнтеролог тут недалеко. Хороший, да? Хороший, конечно. Слава богу. Ну, удачи, что же. Спасибо вам. Спасибо. В первый раз у меня лучше получилось выложить в колечко. А второй раз у меня все мимо. Ну, ты смотри, ты можешь сделать одну порцию уродскую, вторую нормальную. И с яйцом порваны мы. Самое главное правило яйцо пашот, это вода не должна кипеть. И когда ты яйцо опустишь в воду, оно должно вариться не более трех минут. Аннет. Да, здравствуйте. Ну, что там с селюхой? Все вроде ничего, но там какая-то трется красоточка в синем платье. Это кто? Она неспросто отрется. А что она там делает? Это же он вызывает ее. Ты понимаешь? Интересно. В наглую. Причем она... При живой жене. Аня, это все провокация. Причем она рулит. Рулю-то я сегодня. И с таким декольте ходит. Мне это, конечно, не устраивает. Тут у вас идет батл уже по декольте, я вам скажу. Ну, мы-то знаем. Анют. Кого? Мы еще ничего не знаем. Мне воду-то вскипятить? Мы ничего не знаем. Я увидела там вот эти профитроли, скажем так. Да, воду кипятит. Аню-то мне воду-то вскипятить. Сейчас будет... Ну, мы знаем теперь, кого лайкать будет-то он. Ладно, удачи вам. Спасибо. Покажи яйцо-то. Получилось хоть? Ну вот. А что-то размазня какая-то, нет? Ира говорит, что когда Сергей от нее на какое-нибудь расстояние далекое уходит, ему становится плохо. И он сразу возвращается к ней. Видимо, сейчас он достаточно далеко ушел от нее. Потому что готовит он что-то невообразимое. И главное, чтобы Ире сейчас не стало плохо, когда она будет это пробовать. Не доглядела Виктория со своим брейдером. И такой получился, я вам скажу, брейк-данс на плите. Я за ним убирать не буду. Кристиан, тем более. Ну, разве что Алиночка. Но за дополнительную плату. Анька у нас девка с характером. Чувствую, если Илья с Пашотом не справится, она его кубики пресса на бульон пустит. Яйцо Пашот, конечно, это жесть. Я надеюсь, что у тебя не самый худший вариант. Испортил. Последний момент. Ну ладно, Сережа, не переживай. Сделай соус. Не надо ничего скрябать. Оставь, пускай само растекается. Оно все равно будет растекаться. Не трогай ничего. Кашу не делай. Ты даже не улыбаешься сегодня, что ты даже не шутишь. Ну, какая тут улыбка. Все еще испортил. Можно руками трогать? Не знаю. Рвется. Второе рвется. Блин, не надо его рвать. А, все. Порвалось? Да. У вас осталось ровно одна минута. У тебя там есть соус ореховый. Должен быть соус. Так, держу. Есть такое. Декор. Соус ореховый мини-крес. Одна. Так, а мини-крес это что? Покажи мини-крес, как выглядит. Это что такое вообще? Вот крестик, только маленький. Нет, нет, нет. Мини-крес. Ну что, три. Так, ладно. Ну, все. Выхода нет. Два. Давай, скорее, 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 скорее. Я стараюсь, стараюсь, стараюсь. Ты молодец. Один. Илья, ну быстрее. Ну, ёпарас это. Ну, ты чё, ё-моё. Ты меня бесишь. Закончили. Ребят, ну, ваше время на мучении закончилось. Теперь началось время мучений для ваших жён. Да. Мы отправляем всё, что вы наготовили, на слепую дегустацию. Моё, моё. Много масла точно может спортировать вкусовые качества. Итак, друзья, мы начинаем дегустацию слепую. Вика, как часто в твоей жизни случались пищевые отравления? Ну, не скажу, что сильно часто. Ну, выживешь. Ну, выживу точно. Организм уже закалённый, да? Да, если рыбу все приготовили, конечно. Будем надеяться. У всех классно получилось, просто у каждого по-своему. Сколько сейчас? Так, начнём с рыбы, да? Или нет? Ну, давайте, да. Вообще, очень даже сносно. Можно теперь всё вместе с яйцом, рыбой и подушкой? Оно чечёт прям вот. Так, открывай прям пошире. Оп. Угу. Вкусно. Вкусно? Чёсно, да. Мы это в блюдо ставим? Ну, я надеюсь, что она не постоит мне больше в плохой сумке, потому что, ну, она всем это, наверное, покусает. Она же не знает, что такое блюдо. Давайте, наверное, четвёрочку. Четвёрочку? Да, мне чуть-чуть не хватает соли. Чуть-чуть соли не хватает. Ну, вкусно. Ну, так ты взяла бы сказала, тебе там засыпало бы солью, конечно. Подушечку соли бы сделала, да? Едёт сейчас. Этому блюду мы ставим 4 балла. Следующие пальпитоны. Капец, я переживаю. Да я сам что-то, мне уже хочется отключиться. Всё, ровно, в порядке. Открывай рот. Оп. Здесь уже соли побольше и вкус поярче. Мне больше нравится. Как-то повкуснее. Соль всё-таки роль играет, да? Конечно, да. Она добавляет вот этой яркости, вкуса. Мне нравится. И поэтому ты ставишь этому блюду. Блин, чувствуешь себя, как школьник на экзамене. Ну, наверное, 5 баллов. Мы ставим этому блюду 5 баллов. Ого! Завершающая диустация. Следующую несите нам блюду. Давай, Серёга, что думаешь? Что ты думаешь? Смотри, хорошо, что они этого не видели. Ну, с Богом. Ты давай налегай, это блюдо последнее. Так, открывай рот. Ну, какие там изюбри у них там? Ну, это опять соли маловато. Да е... Да? А это что у нас там с соли в стороне случилось? Слушайте, ну, здесь прям... Прям сильно маловато. Ну, мне кажется, тут тоже 4. Мы ставим этому блюду 4 балла. Вик, ты добрая девочка. Ну, на самом деле, очень вкусное блюдо. Мы тебя будем помнить именно такой. Спасибо. Добрая, хорошая девочка. Что, мужчины, поздравляю, все хорошо. Кроме нас двоих. Почему? Нет. Добрая девочка Вика особенно была та брак с жёлтой команде. Не пожалела для них максимальные 5 баллов. А вот мужу и розовой команде поставила тоже добрые, но более скромные 4 балла. Не, я вижу, у тебя хватка есть. Ты любишь рыбу? Люблю. Белую, любую, да? Белую, красную? Ну, да, без разницы. Без разницы. Речная, морская, всё равно. Вот именно по такому принципу наши мужчины и готовили. Что там приготовить? А, без разницы. Открывай рот. На самом деле вкусно. Теперь подушку. Открывайте рот. Там чуть-чуть яйцо попало в пашот, чтобы не пугало. Ну, он тоже такой необычный вкус. Вкусно тебе? Ну, да, такой необычный вкус. Конечно, необычный. Рыба не сухая. Вот даже шеф-повар будет, который придумал это блюдо, для него тоже будет это необычное. И ты ставишь этому блюду? Ну, как бы мне понравилось. Ну, раз понравилось, значит, и... Ну, она прям мнётся что-то. Давай пятёрку гони. Ну, я не пробовала ещё другие. А вдруг там ещё вкуснее? Ну, а так ты можешь всем пятёрки поставить? Понимаешь, в чём дело? Могу всем пятёрки поставить. Ну, вкусно. Я, наверное, поставлю пятёрку всё-таки. Да? Угу. Мы ставим этому блюду пять баллов. Это вполне съедобное, сказала Ирина. Да я... У меня нет слов. Вообще, ни тактики, ничего у женщины. Ну, что это? Нанесите нам следующее блюдо. Открывай рот. Ну, это котлетка по суше, но тоже... Ну, тоже вкусная, да? Сбалансированная. Корочки, конечно, там такой нет, как у котлетки. Ну, не знаю, должна ли быть она в рыбе. А вы слушали внимательно шеф-повара? Он сказал, нужна корочка или нет? Ну, вот, значит, ты... Он был многословный, я не помню таких. Тут, знаешь как, тут вот нравится, знаешь, пять. Не нравится, ну, всё просто. Ну, здесь как-то в основном изюмчик. Вот. Самого шпинатика как-то мало я тут. Мало шпинатика? Да. Изюмчик мне попался. Как ты думаешь, почему тебе изюм попался, а не шпинат? Потому что тут изюма... Много. Как за баней изюма. Открывай. Ну, на самом деле, мне тоже нравится. Просто меня даже тот изюм как бы не смутил. Ну, и ставишь ты этому блюду? Я думаю, четвёрочка. Четвёрочка? Да. Ну... Потому что котлетка чуть-чуть суховата. Суховата. Мы ставим четыре балла этому блюду из-за суховатой котлетки. Сидеть тебе, Ира, дома. Никаких отпусков. Нанесите нам следующее блюдо. Так, ну что ж, давайте котлетон наш. Ну, здесь как-то сбалансировано. Но это тоже хорошее. Это тоже хорошее. Да. Как, хуже, чем те предыдущие? Сама котлетка, она что-то между тем, да. Она не такая сочная, как первая, и не такая сухая, как вторая. Да. Открывай рот. Так. Шпинат тоже вроде всё сбалансировано. Вкусно. Вкусно тебе? Да. Ну, это скорее лучше предыдущих. Да, ну, мне кажется, лучше. Лучше предыдущих? Да. Мне кажется, это пятёрка такая. Ну, не жмоться, всё оставь тогда. Всё хорошо, я не жмотюсь. Мы ставим этому блюду пять баллов. О, спасибо ей, спасибо, приятно, спасибо. Всем, кроме любимого мужа, Ирина ставит пять баллов. А вот мужу досталось на орехи. За суховатую палпетони Сергей получает такие же сухие четыре балла. Как, с котлетки или всё вместе ты? Давай, наверное, да, всё вместе. Котлетка с зеленью. Вот эти, а чё мы там будем половинить, блин? Чё, сильно широко рот открывать? Открывай хлеборезку, да, свою поширше. О! Те до Екатеринбурга ещё плитки в поезд дам ещё. В самолёт. В самолёт? Вот, в самолёт дам. Котлета как будто немножечко недосолёная. ППшная какая-то там сработала. Да, ППшная, не особо яркий вкус, я бы сказала. Ну вот яичко прям вкусно с соусом с ореховым ещё. Там орешка попала. Так, орешка попала. Я у меня первая, она не поставит пятёрку. Это только могла вот одна. Умудриться первому человеку пятёрку влепить, да? И мы вот за эту орешку сколько поставим? Ну давайте четвёрку. Давайте. Мы ставим этому блюду 4 балла. Грамма на человека. Ждём следующие. И опять у нас замечательное блюдо, замечательный котлетоз. Так. Ой, вот это вкусно. Прям, прям очень вкусно. Надеюсь, это мужа блюда. Нет, всё, мне прям всё нравится. Да? Всё нравится, начинала пятёрочку ставить. Ну и круто, раз нравится. Вкусненько. Мы ставим этому блюду. Давайте пять баллов. На самом деле, очень вкусно. Мы ставим этому блюду пять баллов. Спасибо, спасибо. Открывай рот. Котлета. Что? Пересоленная, мне кажется. Пересоленная? Угу. Какой-то мужик влюбился. Нет, нормально. Не скажу, что прям вау. Но вот похоже, чем предыдущий, или... Вот предыдущий мне прям понравилось. Первая была прям какая-то пупышная. И этому блюду поэтому ты ставишь... Давайте тоже четвёрочку. Мы ставим этому блюду четыре балла. Ой, курица. После слепой дегустации на последнем месте розовая команда. У них 12 баллов. А вот на первом месте стало тесно. С 14 баллами там оказались и команда синих, и команда жёлтых. Ну что ж, девчонки вроде живы. Значит, мы можем переходить к дегустации шефа. Ваши жены уже видели, как должно быть выглядеть это блюдо. Теперь, когда вы уже приготовили, можете тоже посмотреть, как выглядит оригинал. О, как у меня как раз. Почти. Да. Илья, неси своё блюдо. Что я могу сказать про подачу? Котлета, потому что это котлета, а не полпетта. Разница между полпеттон и котлетой какая? Котлета, она более плоская и более похожа на шайбу. А полпеттоне, он более похожий на шарик. А в цене разницы нет, да, ты хочешь сказать? Нет, только форма, в принципе, да. Ну, она хорошо жарена, в принципе. А травы-то сколько он накидал? Смотрите, вот это крес-салат, она называется кислица. И она не только декоративна, она имеет свой вкус. Поэтому, если очень много добавить, ну, естественно, блюдо будет кислее, потому что оно само по себе очень кислое. Кислое, да, наверное? Да. Слишком много переборщили здесь с кресом. Но шпинат я вижу, не вижу, но есть. И, по-моему, нормально пожарили. Ну, осталось только попробовать. Это подушка с эффектом памяти. Как она? Под котлету так подли... Шеф берет, начинает отрезать наше яичко. А я стою и думаю, господи, хоть бы оно потекло, потому что это очень-очень важно. Я вас поздравляю. Отлично пошел. Спасибо. Отлично. Молодцы. Вопрос. А вы попробовали, когда готовили по вкусу? Нет. Фарш? Почему? Честно говоря, просто торопился и солил по своим ощущениям. Ну, как обычно, готовлю. То есть все просто... А как это ощущение? То есть ты солишь и не пробуешь? Да, именно так. А каким ты местом это чувствуешь? Хватает соли или нет? Мочками пальцев. Надо было просто попробовать и добавить щепотки, потому что все остальное процесс правильно сделано. Ну, вот, есть маленькие недостатки. Зато по счету получилось на пятерка. Ну, сейчас посмотрим все остальное, как... Как пойдет дело. Ну, я буду тебе помогать. Десятка вроде там из двух цифр состоит. Ну, что, Илья, можешь забрать свое блюдо. Оценка будет смотреть только в конце. Спасибо большое. Итак, Сергей, теперь твоя очередь. Для меня шпинат, так, на глаз, они слишком много жарены. То есть пережарены немножко. Чтобы живот не болел. Подушка и шпинат получили не очень подушка. Ортопедическая, как всегда. Современная, современная подушка, да. Прямо как ковер. Да, не как раньше были. Как ковер. Как сейчас. Пульпетта, ну, она как котлета отлично выглядит. Но сегодня, сегодня тема была полпеттона. Яйца по счету, я так понял, что остался только желток. И остальное ты уже там сделал красиво. Красиво сделал все, да, делал. По-моему, он внутри жидкий. Сейчас будем проверять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сережа, Сережа, передержим. Чуть-чуть передержал. Передержал. Но в этом есть изюминка, с вами. Да, шпинаты немного пережарены, но они по вкусу зато под крашу под крашу идеально прямо угадал все сергей поедет в родные шпинаты полпетта она тоже по вкусу супер немножко передержал в духовку ну это первый раз я готовил я заберу ну что алексей твоя очередь не буду далеко ходить не все последние блюда на сегодня могу переставить выглядит прилично ты тоже немного переборщила с крысом не полипетта или котлета это ближе к полпетта кстати единственное который ближе к петта она более круглый более высокая не шага линочки и и видно что постарался там шпинат и поставить формочка нет ну это твои подачи алиночка нам подсказала как нужно правильно сделать алиночка ты посмотри-ка что есть на кого свалить как хорошо алиночка сказала молодец алина не знаем какая форма должна быть котлет она прекрасно подходит свой кулачок давай сравним отлично идеально но ты сказала ему что на сковородке нужно жарить до корочка и потом уже запекать потому что здесь мне кажется много запекали и мало жарили на сковороде так экзамена по счет так как дежурки пошли видимо там маленький дырка белых белок и он потихонечку но он не сначала наверно нормально бил второй у меня получился хуже чем первый первый у меня получился лучше вот который дегустирует но я к сожалению я не видел прям классно красиво растекалась и все ровненько было да прям уминает мне кажется распробовать да видимо что то все таки не так для того чтобы понимаешь потом он начал ковырять эту котлету уже уже ты уже попробовал ты нам скажи хоть что-нибудь не он еще раз шпинат пробует потом еще раз котлету еще раз шпинат да и он уже почти все блюдо доедает да и все еще ничего не говорит ничего да это просто шпинат идеальный посолен там сладости от изюм ты шпинат достойный битв меню любой ресторан жалко для по счету конечно там получилось пополам да ну вообще да я уже я готова выставлю оценку ну что алексей можешь забрать свое блюдо и сейчас по нашей команды и сможете откроет кумберт а ты хочешь так на 3 2 1 открываем кумберт розовые и желтые получают от шефа по 3 балла за подачу блюда и по 4 за вкус а вот у синих поровну 4 за подачу и 4 за вкусовые качества полпитона по итогам двух дегустаций у розовой команды 19 баллов ушел ты 21 балл и у синих 22 балла и с двадцатью двумя балл и побеждает синяя команда все серьезно расстроилась не потекли не потекли успокойся 10 отжимания сейчас поздравляю ребята мы счастливы но только немного устали так как я это испробовал на своих руках и я понял что это действительно трудно я думаю что он лукавит но все равно немножко расстроился он просто смеется но на самом деле он расстроился не плачь ладно да успокойся я вам вручаю сейчас карта на которой находится 100 тысяч рублей мы победили как и говорили что мы будем победить но в процессе было ощущение что нет мы не победим мне кажется за счет до совместной работы по радостью чаю радость удивление это неожиданно да как типа не 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 вот плохое да как так а наоборот типа как как что вы смотрели шоу моя жена рулик помните слушаться жен выгодно с вами был шеф кристиан ларин цини и марина федонки а